Охуенно! Охуенно, это нравится, да? Охуенно уже так не скажешь, когда было с кепочкой, все, блядь, естественно и охуенно, оно должно быть. Добрый день, мои зрители, сегодня с вами на канале Вабонгеймс... Печальный выпуск. На канале Вабонгеймс Нинимаги, хоть нас и двое, мы с Кириллом. Вот в такой вот веселой достаточно атмосфере будем, друзья, обсуждать грустные новости. Сегодня я вот целый день, я проснулся, я прям думал, вот записывать что-нибудь или нет. Я вот не знаю, я проснулся, я в прострации, вот до сих пор, Кирилл не даст соврать, я, блядь, целый день звоню, звоню, что-то кому-то рассказываю, все говорят, да нам похуй на твой канал, что ты хуйню к нам рассказываешь. А я сделал вид, что у меня нет. Да-да-да-да-да. Пацаны, вы просто поймите, ситуация нереально херовая. На самом деле я очень расстроен, что попал и я в том числе в эту самую ситуацию. Я надеюсь, вам не нужно каждому рассказывать, что фиферы, топовые фиферы, Кефир, Акул, Панда, Герман, Денчик, Финита. И можно перечислять, короче, 33 канала сегодня были забанены. Основным офисом Ютуба из Калифорнии конкретные пришли баны на тему того, что наши каналы рекламировали компанию 1xbet, которая предоставляет возможность ставить онлайн ставки. Вот Кирилл сегодня задавал мне вопрос, почему другие конторы, которые рекламируют Матч ТВ, Марафон, Фонбет, почему эти компании могут находиться в рекламных промоутерах и почему, да в том числе и тот же самый 1xbet у футболистов... Да, у футболистов, на каналах, во-первых, на других, тупо в футболистах рекламы наклеены на форме, на счетах чемпионатов России вы видите рекламу 1xbet, но при этом в интернете почему-то происходит другая ситуация. Так вот, я вам расскажу. Значит, после того, как это все произошло, то есть как это все произошло, я получил, а как оказывается, я не знал, это, естественно, моя ситуация, это я сегодня Кирилл назвал себя Марии Шараповой. Она из пиздей. Да, да, знаете вы эту ситуацию или нет, но Шарапова, официальная версия, почему она пробыла полтора года в дисквалификации, потому что она когда-то не прочитала на электронной почте свое оповещение о том, что у нее вот этот препарат попал в список запрещенных. Так вот, у меня ситуация, ну, не совсем такая, но я, когда, естественно, представитель 1xbet меня предупредил о том, что, Владимир, проверь, пожалуйста, свой канал, не попал ли он в реестр в Роскомнадзоре. Я проверил, и самое интересное, я вам сейчас это покажу. Вот это вот сайт Роскомнадзора, и вот стоит ссылка на мой канал. Вы по этой ссылке можете спокойно перейти на мой канал. Но, видите, по вашему запросу ничего не найдено. Знаете, в чем самый прикол? В том, что когда я поставил другую ссылку на канал, которая выглядит вот так вот, это более длинная, это начальная ссылка, которая дается каналу, то по этой ссылке мой канал внесен в реестр, и доступ ограничивается. То есть вы понимаете, что изначально я все проверил, и увидев, что я вроде как не нахожусь ни в каких реестрах, я просто спокойно закрыл все это дело и забыл об этом. Ой, блядь, вот это ты зря пиздец, вот это ты вообще охуелась. Но, как оказывается, мой канал попал в реестр, и письмо, которое мне прислал YouTube на мою почту электронную, я тупо проебал. Да, сам виноват. Вопрос в другом. Почему, например, 33 канала всего лишь, а рекламирует 1xbet пол YouTube, в том числе и не только фиферские каналы, потому что сейчас очень популярно говорит о том, что именно против фиферов ведется вот непонятная вот такая вот ситуация вышла. Просто многим из топов, почему вы от них видео сейчас не видите, и разбирательство их ситуации невозможно увидеть, потому что они, большинство все гуляют на свадьбе у Германа. Ребята, немножко не до этого они веселятся. Ван пришел, сука, в субботу. В субботу, выходной день, когда многие на расслабоне, уже смонтировав свои видосы, которые собирались проводить прекрасные выходные. И тут вот такая ситуация. Что делать? Что делать? И кто вообще стоит за этим, за всем? Я считаю, что эта ситуация, это, конечно, конкурентная война между букмекерами. За сколько процентов. Вот. То есть, мне кажется, что 1xbet отжимает часть рынка. И его конкуренты, понимая, что можно найти лазейки, чтобы к 1xbet подобраться, этими самыми лазейками пользуются. Мы, фиферы, становимся жертвами этой конкурентной борьбы. Как в итоге мы выйдем из этой ситуации? Я, если честно, друзья, не знаю. Сейчас среди фиферов, тех, кто попали с этой проблемой, создан чат ВКонтакте, где мы как бы обсуждаем эту проблему. И вот, учитывая, что большинство ребят на свадьбе, они, конечно же, не принимают, скажем так, в этом диалоге обсуждения никакие. Но Ёжик, например, всем известный, написал о том, что, ребят, а что дальше-то делать? То есть, как мы дальше будем из этой ситуации выходить? 1xbet говорит, что, по идее, мы сейчас все сможем решить, только нужно время и нужно действие. Действие нужно сделать вот так вот. Честно могу сказать, когда начал пытаться разбираться во всем этом, понял, что устанут пальчики письма набирать, как говорится. Не в этом-то вся проблема, а проблема в том, что это может не помочь. Дело не в 1xbet. Самое, что интересно, что есть забаненные каналы, которые 1xbet не рекламируют. Макс Эванион не рекламировал 1xbet, он рекламировал другую контору. Вот, поэтому, то есть, проблема, вот я к чему это все подвожу. Не в 1xbet, как многие считают и начинают, естественно, строчить, что типа 1xbet и только из-за него ваши каналы забанены. Нет, друзья, во-первых, каналы не совсем забанены. Вы можете видеть видео. Поэтому просьба, если уж вы подписаны на мой канал, то, пожалуйста, прослеживайте, пожалуйста, смотрите видосы, которые вам будут в оповещениях приходить. И, ну, естественно, все вы уже знаете, что можно просто тупо в уголку поменять страну. Это несложно. Да, это несложно. Нажать кнопочку, да. Люди, проводящие долгое время в интернете, я думаю, сделать секунду движения кликом. Просто поставить Украину, Белоруссию, неважно, любую другую страну, кроме России. Честно, ребят, надо поддерживать, потому что сейчас много довольных этой ситуацией. Я прям уверен, прям многие прям, вот вам, сука, на завод всем пора работать идти. Если что, есть какие-то предложения по работе, пишите мне на почту с удовольствием, грузчикам там каким-нибудь. Заводы все позакрывали, Володь. Да, да, какие заводы? У нас закрыли все заводы. Вот, понимаете, некуда идти, какие заводы. Да и не в этом дело. Спасибо некоторым. Да, да и не в этом дело. Просто вы поймите, для меня это не заработок. Я вообще, как я оказался в этом списке, среди таких топов, как говорится, хоть и со всеми ребятами я общаюсь, но я к ним пока еще и близко к числу не подхожу. Тут ситуация в другом. В том, что люди, для меня это хобби чисто. Я вкладываю туда кучу труда и реально получаю от этого кайф. А вы просто из-за того, что я, ну, немного решил помочь самому себе, скажем так, с развитием этого канала, потому что вы понимаете, вот камера, на которой мы снимаем, стоит денег, микрофон, который звук нас сейчас записывает, стоит денег, монитор, на котором я только что вам все это показывал, все это стоит, друзья, денег. И, к сожалению, я не зарабатываю миллиарды, чтобы не пользоваться той возможностью, чтобы мне хоть кто-то проспонсировал мое увлечение. Вот, такая вот штука, пацаны, получается. Мы, конечно, будем делать все, чтобы нас разбанили. Я очень надеюсь, что здесь ко всем будет одинаковое отношение. Вот это очень важно, потому что, если разбанят кого-то, а кого-то не разбанят, будет совсем нечестно. Поэтому я очень надеюсь, что из ситуации будут все сразу. Мы сейчас переговоры ведем с 1xbet. Я и Ёжик, мы предлагаем сейчас такой момент, чтобы компания 1xbet вот просто взяла и какой-то определенный, направила запрос за всех, за всех ребят, потому что есть и совсем мелкие каналы, есть и средненькие такие, такой, как у меня, да, есть просто топища, которые должны быть разбанены. Потому что, друзья, мы, ну, как говорится, фиферы уж самые безобидные, мы, блин, ни с кем не ругались, ни на кого не гнали, и тут мы оказываемся вот в такой ситуации. Поддерживайте, пожалуйста, пальчики вверх распространять самое главное видос, потому что сейчас репост из группы ВКонтакте, напишитесь, пожалуйста, на группу, потому что группа, это сейчас главный актив. Второй канал у меня существует, но я пока ссылку на него не буду отдавать, потому что я все-таки думаю, что на этом я активность продолжу. Так что ждите FIFA, NHL, все будет в ближайшее время. Плюс я еду еще в Манчестер на матч United против CSKA, и, конечно же, влог оттуда тоже будет. Манчестер. Манчестер! В Англии? В Англии. Нет, CSKA, Манчестер, ну ты понял. Охуенно! Охуенно, тебе нравится, да? Вот такая ситуация, друзья, вот так вот, вот так вот сегодня получилось, настроение было хреновенькое, но к вечеру мы поняли, что, ну, не, как говорится, не с крыши распрыгивать. Всех ребят поддерживайте, потому что они сейчас не в самой хорошей ситуации оказались, им достаточно хреново, честно вам могу сказать. До скорых встреч, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!